Они выбраны, чтобы управлять страной, принимать важные решения, от которых зависят настоящие и будущие народа, вносить свои законопроекты. В целом, их задача менять к лучшему мир под названием Украина. Народные депутаты – представители народа в парламенте. Всего их 445, 25 из них – харьковчане. Экономисты, политологи, военные, журналисты, администраторы ресторана. Последняя навела немало шуму в прессе. 24-летняя харьковчанка Елена Кошелева прославилась тем, что не смогла ответить на простой вопрос журналистов. Кошелева прошла в парламент от радикальной партии. Ее лидер Ляшко характеризует девушку как умную, талантливую и добродетельную. У нее два высших образования и опыт волонтерской деятельности. В самом же Харькове о девушке отзываются немного иначе. У девушки действительно два высших образования. Одно из них она получила в Харьковском университете архитектуры и строительства. Здесь о девушке хотя бы помнят. А вот во втором вузе, где Кошелева училась на факультете экономической кибернетики, о девушке вспоминают с трудом и с улыбкой. Это была переподготовка, она закончила, получила диплом специалиста про подготовку, квалификацию экономии. Ну, жутко, не жутко, но смешно. О волонтерской деятельности девушки и вовсе ходят легенды. Правда, распускает она их сама, мол, работала в военном госпитале в составе организации «Сестра Милосердия». Это очень печальный вопрос для меня. Особенно вот вчера мне для меня было очень печально слышать, что она говорит, что она работала в «Сестре Милосердия». Никогда такого не было. Со 2 мая, как я пришла сюда первый раз, никогда в жизни до сегодняшнего дня у нас не было в «Сестре Милосердия» Такой волонтерша, как Елена Кошелева. В доказательство своего присутствия в госпитале Кошелева постит у себя на страничке в соцсети фото с ранеными и заявляет, с Яриной они не просто знакомы, а и виделись ежедневно в комнате для волонтеров. Я працювала в том же шпитале, что Ярина, ее очень хорошо знаю, я вважаю, что это провокация, потому что щодня мы встречались в госпитале, в их волонтерской комнате, но я працювала на шестом уровне реанимации, а вона занималась больше військовыми, которые поднялись, поэтому она занималась другой деятельностью. Но Ярину все знают, а вас никто не знает. Потому что я не афишировала, это самого начала. Про вас были даже канали, как бы не афишировали? На тот момент, о котором идет речь, и вот фотография, и дата поста ее, это был сентябрь месяц. В сентябре месяце наша комната находилась вон в том здании, которое находится на расстоянии от КПП, как вы понимаете, очень далеко. Если она заявляет, что она работала в реанимации, реанимация входит сюда, входит сюда, вот в этом корпусе находится реанимация. Наша комната находилась там. Для того, чтобы проходить через нее и каждый день туда встречаться, она должна была приходить туда специально. До того, как стать знаменитой, Кошелева обеспечивала комфорт посетителей одного из крупнейших ресторанов Харькова. Нынешний нардеп, в прошлом администратор Чирос Помодора. Нынешний девушка активно участвует в управлении страной. Ее фамилия уже стоит под двумя законопроектами. Один касается акционерных обществ, а второй о гражданском оружии и боеприпасах. Ольга Калиниченко, Евгений Клементьев, 057UA.